вот так я делаю грядки на целине сначала закладываю ветками полностью приличным слоем затем я буду добавлять сюда скошенную траву трава будет оседать оседать до осени вот сейчас июль и вот до осени я все буду закладывать сюда траву и ботву от огородных культур вот здесь у нас есть такая грядка она сделана таким же образом на целине летом и осенью я в нее закладывала ветки и траву потом весной положила слой земли и посадила арбузы вот арбузы прекрасно растут никаких сорняков ничего потом арбузы и осенью берутся все что там не перегнило тоже уберется и земля перекопается очень хорошо и легко вот так моя грядка вышла из зимы на ней старая ботва которая всю зиму пролежала и грядка немножко такая скругленная получилась потому что я накидывала как сверху надо ее сделать более плоской немножечко разворошить раскидать соответственно и высота грядки сразу уменьшится это будет хорошо и ширина немножечко она будет пошире такая и более плоской надо сделать ее вот здесь все вот После того, как грядку разворошили, ее надо немножечко утрамбовать, чтобы поломать все веточки и сделать ее более низкой. Все, грядка уплотнена, разровнена. Осталось только наполнить ее землей. Я подготовила грядку под арбузы, навозила земли сюда. Сейчас закрою черным агротексом и можно будет высаживать рассаду. У нас, как обычно, когда цветет клубника, очень холодно. Ночью 3 градуса было, днем 13-15, вот такие вот. Но это неделька-две максимум надо переждать. Все равно буду высаживать сегодня дыни и арбузы, потому что рассада перерастает. Либо ее надо пересаживать в горшочек большего объема. Но я буду высаживать все-таки вот на грядку под укрывной. Сейчас рассада еще маленькая и, в принципе, для развития корневой системы, может быть, даже и хорошо, что прохладно. Корни лучше развиваются, когда прохладно. Лучше всего, конечно, растения выглядят на моей грядке поднятой вместе с бутылками. Тут мало того, что грядка поднятая и укрытие еще сверху я не снимаю. Но еще и бутылок много, как видите, наложено. Все для тепла. И здесь растения, конечно, самые большие. Все-таки бахчевые это южные растения. Им нужно тепло. Поэтому даже под укрытием и на поднятой грядке бутылки не помешают. Сегодня 15 июня. На грядке моей уже начинают поспевать первые дыньки. Дынь много. Такие небольшие. Вот там уже желтенькие есть. Дыни, конечно, с арбузами я посадила вперемешку. И сорта дынь тоже разные. Надо, конечно, разделять. Не очень хорошо, когда уже здесь, с этого края, уже дыни таки отмирают. А там еще зеленые. Там еще поливать надо, а здесь уже поливать не надо. В общем, лучше всего рассадить раздельно сорта и отдельно арбузы от дынь. Потому что арбузики еще совсем маленькие. И им еще целый месяц созревать. Вот так выглядит грядочка, на которой я выращивала арбузы. В этом прошедшем сезоне я с нее сняла уже агротекс. И здесь у меня сверху земля, но еще не перепревшие растительные остатки снизу остались. Их много. Поэтому весной я все это буду убирать в компост или делать новую грядку, скорее всего. И вот эту площадь, которая у меня занимала грядка, я буду перекапывать. У меня получится хорошая полноценная грядка без корешков. Потому что корешки уже за это время перепревают. И вот здесь у меня новая грядка, на которой я буду сажать арбузы в следующем году, то есть в предстоящем сезоне. Здесь у меня только растительные остатки наложены. Никакой земли. Землю я буду сюда наносить весной. Вот так вот узкой полосой. Или может быть даже просто кучками. Вот здесь застелю все черным агротексом. И буду выращивать здесь арбузы в следующем году.